Срединная Русь, плодородная подстепья. Так называл эту землю Иван Бунин. Кстати, еще и колыбель знаменитых писателей и поэтов. Все это об Орловской области. Форпост на южных границах российского государства приказал заложить Иван Грозный. А название гордой птицы город получил, когда орел слетел с дуба, который рубили для строительства здесь крепости. Так гласит легенда. А вот орловские рысаки никакого отношения к региону не имеют. Их вывел в Воронежской губернии граф Орлов. А на Орловщине разводят собственную породу лошадей. Русскую, рысистую. Ты принесешь там удачу? Природа, тишина и дворянские усадьбы. Такими эти края остались разве что в произведениях Тургенева, Фета и Пришвина. Сегодня Орловская область делает ставками современную промышленность. Машина и приборы строения, металлургию, переработку и сельское хозяйство, конечно. Посмотрим, как в одном небольшом регионе растут предприятия с большим будущим. Более ста лет в Орловской области перерабатывают семена масличных культур. Наряду с традиционным подсолнечником популярность набирает рапс. Регион один из лидеров в стране по его сбору. Но первым героем нашей истории станет не растительное масло, а насосы, которые ежедневно перегоняют по трубам и чанам тонны полезного продукта. В маленьком городке Ливны производят насосное оборудование для нужд большой страны. Основные потребители нашей продукции практически все отрасли промышленности. Это жиглично-коммунальное хозяйство, водоканалы, металлургические компании, добыча, транспортировка и переработка нефти, тепловые электростанции, атомные электростанции. В последнее время мы освоили питательные насосы для вновь строящегося ледокольного флота. Все питательные и циркуляционные насосы для ледокола, которые сейчас строятся, и за последнее время построены для нашего производства. Это необычное изделие – тоже насос. Он способен создавать напорт такой мощности, что если открыть заглушку, струя поднимется вверх на километр 850 метров. Чтобы удержать силу воды внутри работающего механизма, нужен идеальный корпус. И здесь не обойтись без жакета. Так называется специальный ящик с модельной оснасткой. В него засыпается смесь на основе песка, смолы и отвердителей. Через 30 минут она станет крепкой, как камень. И дальше можно кантовать. Специальная машина переворачивает многотонную конструкцию. И что же у нас получилось? Это половинка песчаной формы, в которую через несколько часов зальют раскаленный металл. А теперь эту форму нужно немного покрасить в жизнерадостной желтой. Но дело, конечно, не в цвете, а в составе краски, которую смешивают со спиртом. Он выгорит, а краска придаст форме антипригарное покрытие. После обработки огнем в каждую вторую полуформу укладывают стержни. Детали, которые сформируют внутреннее строение насоса. Затем эту конструкцию плотно накрывают зеркальной половинкой, оставляя свободным лишь одно отверстие для раскаленного чугуна. Попадая внутрь, металл проникает во все полости и принимает нужную конфигурацию. У этого завода собственное литейное производство. Ежедневно отсюда выходят до трех тысяч разных деталей. Мелких весом до ста килограммов и крупных до двух тонн. После того, как чугун застывает, долгожданный момент рождения. Будущий насос буквально прорывается сквозь свою временную оболочку на виброрешетке. Разрушенная песчаная масса снова вернется в цех, чтобы подарить форму еще десяткам изделий. А готовый корпус отправится на обработку. Над тем, чтобы очистить, отшлифовать, сточить, просверлить, сварить, трудятся современные многофункциональные порталы. Максимум операций в одном месте. Оборудование нацелено на точность, скорость и инновации. Здесь ежегодно выпускают до 20% новинок. А всего в производстве сотни видов насосного оборудования. Оно различается по мощности, типу и строению. Выгружные и консольные. Шестеренные и винтовые. Вакуумные и вибрационные. Они могут перегонять не только воду и пароконденсат, но и любые вязкие жидкости. Во время финальных тестирований по этим трубам побегут сотни кубометров жидкости в час. Все для того, чтобы испытать на прочности большие и маленькие насосы. И те, которые будут работать на наших дачных участках, и те, которые отправятся служить на атомные ледоколы и гидроэлектростанции. А как посчитать точно, сколько полезной жидкости ушло в дело? Знают на соседнем предприятии Орловской области, которое уже более 60 лет делает жидкостные счетчики для нефтегазоперерабатывающей промышленности. Звук надежности и спокойствия. Эти счетчики будто говорят своим владельцам. Не переживайте, все под контролем. Но прежде чем посчитать сотни литров нефтепродуктов, необходимо переплавить десятки тонн алюминия. В самом горячем цехе завода отливают основные части будущего счетчика. Небольшие и сложные по форме детали получаются в кокелях, металлических формах. И это лишь заготовки, которые дальше соберутся в полноценный прибор. В состав счетчика входят самые разные элементы, в том числе из чугуна, латунной стали. Все, вплоть до винтика, здесь делают сами. Наиболее сложные – это, конечно, детали, которые будут беспрерывно двигаться. Например, овальные шестерни и винты. Форма разная, а принцип действия схож. Находясь в сцеплении, они вращаются под действием жидкости. И при каждом обороте отмеряют определенный объем. Количество оборотов учитывает магнитная муфта. А счетный механизм преобразует все это в единицы объема. Сердце счетчика, его главный рабочий орган, может быть, не только в формате винта или шестеренки, но еще и в виде маленькой турбинки. Ну, очень похоже. Ну что, полетели? Время, конечно, шагает вперед. И сегодня повсеместно ставятся счетчики с электронными блоками. Но механические, со стрелками, по-прежнему актуальны из-за своей надежности. Они могут работать и при плюс 50, и при минус 60 градусов. А вот счетчики нового поколения – это приборы, способные выдать показания одновременно по нескольким параметрам. В данный момент освоены счетчики карьеры своего типа. Они позволяют производить учет жидкости не только по объему, как раньше, но и по массе. То есть этот счетчик, он показывает и массу, и объем, и плотность, и температуру. Это дает точность. То есть всем известно, что объем, он зависит от температуры. Он меняется при изменении температуры. То масса, она неизменяемая величина. Сколько через нее килограмм прошло, столько он эффектирует. На этом предприятии счетчики вместе с насосами, клапанами и контроллерами становятся частью сложных установок слива и налива нефтепродуктов и других жидкостей. Орловские приборостроители – одни из российских лидеров среди производителей оборудования для нефтебаз и заправочных станций. Уникальные и полезные вещи на Орловщине делают из чего угодно. Например, из металлолома. Вот в этом кубике, кстати, очень похожем на объект современного артискусства, больше 300 килограммов медной проволоки и трубок. Из грязных и сломанных изделий здесь вытянут все жилы, чтобы превратить их в медные катоды высшей марки. Это основная продукция местного предприятия. Но его главная особенность – переработки печатных плат. Это один из самых токсичных видов отходов электрического и электронного оборудования. Сегодня в России к их утилизации предъявляют повышенные требования. И Орловский завод, построенный с нуля, соответствует всем стандартам. Ничего лишнего. Принцип действия уникальной установки, которая дробит в однородную массу платы вместе с текстолитом. Этот полимер с трудом разлагается в естественной среде. И даже пыль, которая образуется во время работы, идет в дело. Твердые частицы улавливают из воздуха и собирают в мешки для дальнейшей обработки. Плюс к эффективности и экологичности производства. В печатных платах находится очень много элементов. В том числе и достаточно летучие элементы, которые очень вредные. То есть, условно, простым языком скажу, вся таблица Менделеева там, в этих печатных платах. Соответственно, так и хорошие, полезные для нас. Там золото, платино, серебро и так далее. И, как правило, неполезные, которые мы улавливаем, собираем. Вот именно в этом мы уникальны. Дробленые печатные платы и металлолом переплавляют в два этапа. На первом получается черновая медь. Затем ее доочищают с помощью различных добавок. И прежде чем разлить формы, снимают пробу, чтобы убедиться в нужном качестве металла. В медиплавинном цехе чисто и свежо. При создании завода треть инвестиций вложили в систему очистки воздуха. Современный медиплавинщик. Это не просто звучит гордо, но еще и выглядит элегантно. Теперь вместо тяжелых сухонных костюмов вот такие небесомые термоплащи. Ну и защитные очки, конечно. Самая жара внизу, рядом с карусельной машиной, где контролер следит за ее скоростью и тем, как раскаленная медь разливается по изложницам. Остудив пыл, готовые 300-килограммовые пластины отправляют на финальный этап. Превращение из анодов в катоды. Это происходит в процессе электролиза, когда частицы меди перебираются на нержавеющую матрицу, а все лишнее выпадает в осадок. Хотя мы же помним, ничего лишнего. Из медного шлака здесь извлекают драгоценные металлы. А воду многократно очищают и снова используют. Сбор урожая с этих полей проходит каждую неделю. В планах предприятие увеличить пассивные площади так, чтобы получать с них в три раза больше катодов с содержанием меди 99,99%. А вот три семерки и подкова – это явно к удаче. И в Орловской области мы ее обязательно найдем, потому что здесь находится один из старейших конезаводов России. Да, удача. Ты же принесешь нам удачу сегодня, да? Придумать кличку лошади – это тебе не кота Васькой назвать. Тем более на племенном заводе, где прежде всего порода. От мамы и папы для будущего малыша берутся не только гены, но и буквы из имен родителей. У летицы и профи родится лапочка, а у тартуги и рубина – триада. К 12-му месяцу жизни жеребенок получает паспорт, отдельное стойло и первые навыки общения с наездником. Любишь кататься, люби деньники чистить. Это вообще-то тоже часть романтики работы с лошадьми. К возвращению с прогулки лошадиный номер должен быть идеально прибран. У жеребцов деньники заметно больше, можно даже побегать. Кстати, этот белогривый красавец-спортсмен здесь в гостях. Его тренируют к соревнованиям. У коневода в кармане всегда должен быть сахарок, а в запасе – ласковое слово, чтобы найти подход к любому своенравному характеру. А вот кони темной масти – уже многодетные отцы. Хранители той самой породы, которую в начале 20-го века на своем заводе вывел Николай Телегин. Он начал скрещивать орловских рысаков с американскими производителями. Так получилось русское рысистое – самое резвое из всех отечественных пород. Максим Гребеньков – бригадир тренерского отделения, коневод в четвертом поколении. Его прадед работал у того самого Телегина. С тех пор к традициям разведения лошадей добавились инновации. Например, самый настоящий солярий. А можно я здесь с тобой постою? Можно? Слушайте, а здесь правда тепло. Только если у человека сеанс солярия длится на минут 5-10, то лошадиный сеанс – целых 25 минут. Да? И загорим, и погреемся. Максимум удовольствия перед началом рабочих будней. У скалы сегодня тренировка – бег с качалкой. Но прежде чем запрячь лошадь, ее нужно помассировать и причесать – хвостик и гриву. Прямо как в стихотворении Агнии Барто. О том, что такое уздечка из бруя, лошадь узнает еще в детстве. Главная задача тренера – научить животное правильно дышать и двигаться во время бега. Обеспечить, так сказать, заводские настройки. А вот ставить рекорды и завоевывать медали будут уже профессиональные наездники на ипподромах. Не каждая лошадь станет чемпионкой. Для большинства кобыл главной ролью в жизни останется материнство. Все как у людей. Разные судьбы, характеры и взаимоотношения. Лошади действительно очень умные животные. Они все понимают и очень чувствуют страх человека. То есть, если человек его боится и, подходя к лошади, как-то проявляет себя, она понимает это сразу, они очень чувствительные. И может показывать уже свой характер. Поэтому, когда верхом на лошадке ездишь, нельзя бояться. Лошадь чувствует ваш страх и ничего из этого хорошего не получится. Злынский конезавод вошел в пятерку самых ярких достопримечательностей региона, в котором научились не только поэтично воспевать природную красоту, но и бережно извлекать из нее пользу. Вот такая она – Орловская область. Совсем небольшая, но очень стойкая и надежная. Что в своем историческом прошлом, что сегодня, создавает то, что будет долго служить людям. О чем потомки с гордостью скажут – сделано у нас. И это не точка. Это точки роста. Продолжение следует... Продолжение следует...